Продолжим нашу прогулку по замку. Вышли во внутренний двор замка. Хорошо видно, как на более старом фундаменте замка строился более новый. Заглянули в одно из помещений замка. Интересно рассказывается об истории гражданской войны и о пожаре в замке. В следующей комнате рассказывается о длинной истории замка. Довольно интересная подача информации. Владельцы замка на протяжении нескольких веков. Взлеты и падения. Предательство и убийства. Довольно интересная подача. Возьмите Альфурс. Возьмите Альфу-чурнал. Он предупреждает старые и длинные армии. Продолжение следует... Георг Гревил электрифицировал замок. Старую мельницу он переделал в небольшую гидроэлектростанцию. Но долго задерживаться не будем. Пойдем дальше. Продолжение следует... Пойдем поднимемся на эту рукотворную насыпь, на которой стоял первый деревянный замок. Эта насыпь называется Мот. Деревянная башня, которая стояла на холме, называлась Данжон. Рядом с ними располагались хозяйственные постройки, окруженные чистоколом. Это называлось Бейли. Все эти старо-французские слова пришли из Нормандии после завоевания Вильгельмом Англии в 1066 году, которое красочно представлено в длинном полотенце из Байо. Позже при Генрихе II деревянный замок был заменен каменным. Еще можно увидеть остатки первоначальной каменной кладки. В XIX веке на этом месте было построено сооружение, которое видим и сейчас, напоминающее идиллический средневековый замок. Так как, напомню, в XIX веке знать начала увлекаться средневековой эпохой. Многое стали восстанавливать то, что до этого было разрушено. Также строили новое под старину. Внутренний двор в XVII веке был засыпан примерно на 10 футов. Это приблизительно 3,5 метра. Поэтому нижние постройки первоначального замка находятся под землей. Позже спустимся в эти комнаты. В замке существует еще множество потайных комнат, которые до сих пор еще не исследованы. Видна церковь Святой Марии, которую нужно обязательно посетить в следующий раз. Там есть великолепно украшенные надгробия первых графов Уорика. С холма открывается чудесный вид на действующий требушет и на площадку, где в определенное время разыгрываются красочные представления времен войны роз. Внизу в это время показывают представления с охотничьими птицами. Но, к сожалению, из-за деревьев не видно. Типичные представления с птицами у меня есть видео о празднике в Тамвардсе – в День Святого Георгия. Ссылка на это видео справа вверху или в конце этого видео. Все мероприятия, которые проходят в замке, посетить за день невозможно. А если вы приехали с детьми, то тут для них еще больше событий, еще больше соблазнов. И одним днем все невозможно охватить. Ссылка на сайт замка будут под этим видео или QR-код на экране. Зайдем в самую древнюю часть замка. Она напоминает теперь подвальные помещения. Хотя изначально это было не так. Великолепные манекенцы. Стены, изготовленные мастерами корпорации Тюссо. Изображение Ричарда Невилла. Графа Уорика. На старинном рисунке 15 века. Я, Ричард Невилл, Earl of Warwick, назову вас в армии. Мен из Ингландии, назову вас в армии. В нашем стране есть легитимый тратер Эдвард. Украинские полиции. Который век. Которые веки. Которые веки. Сады твои пыли. Компания твои. Попадай для большого и декоративного борта. Бог на праве. Бог на Который. Бог на Который. Бог на Который. В 1311 году группа баронов во главе с Ги Де Башаном и Томасом Ланкастерским составили список указов, чтобы повлиять на короля Эдуарда II и, главное, избавиться от Пирса Гавистона. Эдуард согласился с этим списком требований. Пирс или Пьер Гавистон на французский манер был изгнан из Англии. Но на следующий год вернулся опять. Бароны похитили его и привезли в замок Уорик. Как только Гавистон оказался в замке, его судьба была предрешена. Состоялся скоротечный суд. Его признали в измене и приговорили к смерти. Гавистону даже не дали сказать что-то в свое оправдание. Его голым провели через весь город. И зарубили в лесу на холме недалеко от города. У меня есть видео, где мне удалось посетить место казни Гавистона. Хотя это было и не так просто сделать. Когда я посещал город Уорик первый раз. Ссылка на это видео будет, как всегда, под видео, которое смотрите сейчас. Возвращаясь к войне белой и алой розы. Если рассказывать об этой войне, там черт ногу сломит. Периодически она вспыхивала несколько раз. Йорки и ланкастеры не могли поделить власть. Разные бароны периодически были то за Йорков, то за ланкастеров. Ричард Невилл также был то за Йорков, то за ланкастеров. В конце концов, Эдуард IV попал в плен к Ричарду Невиллу и был брошен в тюрьму Уорикского замка. Но из-за большой поддержки элиты был освобожден. Эдуард IV вернулся с новой армией. И в битве при Барнете войска графа Уорика были полностью разгромлены. А сам Ричард Невилл убит. Спустя несколько недель и войска Генриха VI были разбиты, а самого короля свергли и бросили в Тауэр, где он и умер. Ричард Невилл поистине заслужил свое прозвище. Делатель королей, его огромное политический вес и могущество позволили взойти на престол двум королям Эдуарду IV и Генриху VI. И благодаря его же влиянию оба этих короля свергнуты. Опять мой стабилизатор начал дрожать. Опять, предположительно, темные силы присутствуют здесь. Ричард де Бошан, XIII граф Уорик, не раз сражался с французами во время Столетней войны. Он старался не убивать французских рыцарей, а брать их в плен. Пленные французские рыцари содержались в замке Уорик. Далеко не в идеальных условиях. Позже Ричард де Бошан получил за них немалый выкуп. И существенно укрепил замок. Таким образом, большая часть замка была построена на французские деньги. Так что теперь во многом понятно, почему рыцари имели богато украшенные доспехи по сравнению с простыми войнами. Чтобы не путать. Кого лучше сразу убить? А кого выгоднее взять в плен? Например, за выкуп из плена всем известного Ричарда Львиное сердце. В свое время Алияноре Аквитанской пришлось заплатить такой огромный выкуп, что Англия чуть не обанкротилась. Но это совсем другая история, не относящаяся к Уорикам. Средневековая артиллерийская мастерская. Кто-то в очках отмеряет что-то. Готовит черный порох, видимо. Для артиллерийского заряда. Каменщик что-то высекает. Обрабатывает камни для постройки крепостной стены. Скорее всего, он обрабатывает пушечные ядра. В 15 веке пушечные ядра еще были каменные. Интересно походить посмотреть. На эпизоды из средневековой жизни замка. Не раз замечаю, как только нахожусь в некоторых местах очень древних сооружений. Мой стабилизатор для видеосъемки на смартфон начинает дрожать. В некоторые моменты бывает полностью отключается. Так было, когда я снимал склеп 8 века нашей эры в англосаксонской церкви города Рептон. Так было в некоторых местах в замке Эдинбурга и в некоторых других местах. Может и вправду какие-то духи присутствуют. Так как смартфон связан со стабилизатором через блютуз, какие-то поля электромагнитные влияют. Для меня это пока непонятно. В этих комнатах показана жизнь в замке 15 века. Все заточено на время Ричарда Невилла. Ричарда Невилла Ричарда Невилла Ричарда Невилла Некоторые манекены немного двигаются. Видимо, в будущем сделают все манекены в движении. Это будет вдвойне интересно. Надпись на стене гласит, завтра Ричард Невилл, делатель королей, потеряет свою жизнь на поле боя. Это будет его финал. Ричарда Невилл, делатель королей, потеряет свою жизнь на поле боя. Ричарда Невилл, делатель королей, потеряет свою жизнь на поле боя. Ричарда Невилл, делающая жизнь на поле боя. Как всегда, на выходе встречает сувенирный магазин с магнитиками-алкоголем и другими побрякушками на память о замке Уорик. Выходим на свежий воздух. Идем на поляну к реке Эйвон. Зрители смотрят очередное представление. Но с нетерпением все ждут главного представления. Выстрел из средневековой осадной машины. Но мне хотелось увидеть воочию, как стреляет требушет. В июне 2005 года в замок Уорик привезли одну из крупнейших в мире действующих осадных машин. Требушет. Требушет был построен по чертежам Датского музея живой истории, который в 1989 году первым воссоздал полностью функционирующий требушет. Он был построен в Уилтшире с привлечением специалистов Датского музея. Заряжание требушета происходит так же, как происходило это в давние времена. Четыре человека идут в больших колесах примерно полчаса, как белка или хомяк в колесе. Это нужно для того, чтобы поднять противовес весом 6 тонн. На таком же принципе работали строительные краны в средние века, при постройке замков. Требушет может метать снаряды весом примерно 150 килограмм на расстояние до 300 метров. В апреле 2015 года при метании зажженного снаряда требушет загорелся. Сотни туристов моментально были эвакуированы из замка. Но все нормально. Требушет быстро потушили. Сейчас требушет не метает реальные ядра. Производится имитация выстрела. Смотрите сами как. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Павлины свободно гуляют рядом с замком, словно это не павлины, а крупные голуби. Весь народ потянулся смотреть очередное представление из истории войны алой и белой розы. А я в это время поднял в воздух свой дрон. Какая красота, когда можно посмотреть сверху на замок. Не правда ли? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 На красочное рыцарское представление я опоздал, пока летал на своем дроне. Турнир рыцарей с ломанием копий об щиты соперника на полном скаку выглядит превосходно. Зрителям рассказывают и показывают театрализованное представление. О некоторых моментах войны рос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok О последней битве графа Уорика при Барнетте с войском Эдуарда, где граф Уорик был убит. Король Генрих VI тоже умер в Тауэре, как написали хронисты, от меланхолии. А если точнее, в средневековых хрониках упоминается. Официальной причиной смерти короля назвали меланхолию. И расстройство, правда, еще упоминают запекшуюся кровь у него на голове. Средневековые хронисты, что современные журналисты, пишут то, что им заказывают. Вся история высшей власти Англии. Это интриги, обманы, отравления и убийства. Вы думаете, что-то изменилось? Нет, ничего не поменялось. Например, смерть принцессы Дианы в автомобильной катастрофе в Париже в 1997 году. Вначале обвинили папарацци. Но французский суд обвинил водителя автомобиля, в котором находились принцесса Диана и ее бойфренд Альфаэд. Что водитель был пьян. Как-то неубедительно. Позже это дело рассматривалось Королевским судом Лондона. Присяжные пришли к выводу, что Диана и Доди Альфаэд стали жертвами незаконного убийства по грубой неосторожности шофера Поля и водителей других транспортных средств. Хотя отец Доди Альфаэда не без оснований утверждал, что авария стала результатом заговора и что крушение было организовано Ми-6 по заданию королевской семьи. Сейчас уже почти многие забыли про это событие. Король умер. Да здравствует король. Поистине уже крылатая фраза на все времена. Вы думаете, что влияние уориков на королей Англии закончилось? Младшая дочь Ричарда Невилла графа Уорика Анна позднее вышла замуж за младшего брата Эдуарда. За Ричарда, герцога Глостерского, который позже стал королем Ричардом III, хорошо известным нам по произведениям Шекспира. Заканчивается этот прекрасный день, проведенный в чудесном замке. Пора двигаться к выходу. Не знаю, посещу ли я его еще раз в будущем. Если будет возможность, то непременно посещу. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, если вам интересны мои видео. Напишите ваши вопросы и пожелания в комментариях под видео. Очень интересно мне будет узнать ваше мнение. Всем, кто посмотрел. Спасибо. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok